Степан Писахов, как купчиха, поснича. Уж такая ли благочестива, уж такой ли правильной жизни была купчиха, что одно умиленье. Вот как в масленицу сядет купчиха с утра блины и ест и ест блины и со сметаной, и с икрой, и с семкой, с грибочками, с селедочкой, с мелким лучком, с сахаром, с вареньем, разными припеками, ест со вздохами и с выпивкой. И так это благочестива ест, что даже страшно. Поест-поест, вздохнет и снова ест. А как пост настал, ну, тут купчиха постнича стала. Утром глаза открыла, чай пить захотела, а чаю-то нельзя, потому пост. В посту не ели ни молочного, ни мясного, а кто строго пустился, тот рыбного не ел. А купчиха постилась изо всех сил. Она и чаю не пила, и сахару ни колотого, ни пиленого не ела, ела сахар особенный, постной, вроде конфет. Так благочестивая кипяточку с медом выпила пять чашек, да с постным сахаром пять, с малиновым соком пять чашек, да с вишневым пять, да не подумайте, что с настойкой нет, с соком! И заедала черными сухариками. Пока кипяточек пила, и завтрак поспел. Съел купчиха капусты соленой тарелочку, редки тертой тарелочку, грибочков мелких рыжечков тарелочку, огурчиков соленых десяточек, запила все квасом белым. Взамен чаю стала сбитень пить паточный. Время не стоит, оно к полудню пришло, обедать пора. Обед пустной-пустной. На первую жиденька овсянка с луком, грибовница с крупой, луково-пухлебка. На вторую грузди жареные, брюква печена, солоники сочные стибни с солью, каша с морковью и шесть других каш разных с вареньем и три киселя. Кисель квасной, кисель гуроховый, кисель малиновый. Заела все вареной черникой с изюмом. От маковников отказалась. Нет-нет, маковников и сне стану. Хочу, чтоб весь пост и рассинки маковы во рту не было. После обеда постница кипяточку с клюквой и с яблочной пастилой попила. А время идет и идет. Запусли обеденным кипяточком с клюквой и с пастилой тут и паужно. Вздохнула купчиха. Да нечего делать, постничать надо. Поела горох у мученого с хреном, брусники с толкном, брюквы парены, тюремучной, мочеными яблочками с мелкими грушами в квасу заела. Ежели не было честивому человеку, то такого пуста не выдержать. Лопнет. А купчиха до самой ужины пьет себе кипяточек с сухими ягодками, трудится, постичат. Вот и ужину подали. Что за обедом ела, всего из ужиной поела. Да не утерпела и съела рыбки кусочек, лещиков фунтов на девять. Легла купчиха спать, глянула в угол, а там лещ, глянула в другой, а там лещ, глянула в двери и там лещ. Из-под кровати лещи, кругом лещи и хвостами помахивала. Со страху купчиха закричала. Прибежала кухарка, дала пирога с гурохом. Полегчала купчиха. Пришел доктор, посмотрел, прослушал и сказал. Первый раз вижу, что до белой горячки объелась. Дел понятно. Доктора образованы и в благочестивых делах ничего не понимают.